В ближайшие месяцы в свет выйдет новая версия стандарта безопасности индустрии платежных карт PCI DSS. Организация, ответственная за разработку стандарта PCI Security Standards Council, уже анонсировала список изменений, которые появятся в третьей версии. Некоторые эксперты сомневаются в том, что обновление стандарта заслуживает новой цифры перед точкой. По их мнению, публикация новой версии отнюдь не скачок вперед, а всего лишь рутинное обновление, производить которое PCI Council должен каждые три года. У стандарта есть жизненный цикл. Каждые три года стандарт обновляется. И вот пришло время как раз очередного обновления. На самом деле, 1 января с этой даты будут действовать два стандарта. На недействующие 2.0 и 3.0. То есть дан год переходного подготовительного периода, чтобы организации успели подготовиться к переходу, доработать свои политики и так далее. Теперь по каждому требованию будут описаны те риски, которые данное требование закрывает или же позволяет минимизировать. Также возникнут дополнительные требования к обучению и повышению осведомленности персонала. Это, в свою очередь, позволит компаниям более глубже вникнуть в суть каждого из требований. Потому что по нашей практике мы встречались со специалистами, которые на местах внедряют стандарт. И можно сказать, что часть требований компаний, их смысл не понимают. И пытаются просто реализовать требования без особого вникания в него. А подобный подход совета к реализации этого позволит компаниям понять, осознать эти требования и внедрить их в существующие бизнес-процессы. Версию 2.0 многие специалисты критиковали за то, что ее нельзя применить к новым технологиям, таким как, например, мобильные технологии или же системы виртуализации, облачные вычисления. Текущий стандарт, они нам говорят, что вот, выполняйте это и это требование, и, собственно, все. А если стандарт, совет сможет таким образом построить свой стандарт PCI DSS, что его можно будет внедрить как целый процесс в организацию, это будет несомненным плюсом. Принципиальные отличия PCI DSS 3.0 от прошлых версий, как заявляют разработчики, в том, что обеспечение безопасности рассматривается уже не как набор разовых мероприятий, а как постоянный процесс. Безопасность должна войти в качестве компонента в каждый бизнес-процесс, считают в PCI-Cancel. Только так информационная безопасность в организации будет соблюдаться постоянно, а не только в моменты проверок и аудитов. При этом частота процедур аудита организаций на соответствие требованиям стандарта останется неизменной. В числе более конкретных изменений PCI DSS 3.0 запланированы следующие пункты. Расширяется перечень возможных паролей. Теперь стандарт допускает не только привычные короткие цифробуквенные сочетания. Исследования PCI-Cancel показали, что высокой устойчивостью отличаются пароли-фразы из нескольких слов. Например, «Грустный крокодил сучит пряжу». Подобрать этот пароль методом brute force злоумышленникам будет очень непросто. А для пользователя запомнить это предложение не в пример проще, чем бессмысленную последовательность символов. Анонсировав список изменений, детали новой версии стандарта PCI-Cancel оставил для обсуждения с организациями-партнерами в сентябре-октябре. В число партнеров входят и российские организации. У Совета есть новая такая форма, так называемая participant organization, либо организация участники. Организациями-участниками могут быть любые организации, такие как банки, операторы мобильной связи, торгово-сервисные предприятия. И это позволяет этим организациям в первую очередь иметь непосредственный контакт с Советом PCI-Cancel, получать доступ к закрытой части сайта Совета, знакомиться в том числе с проектами новых стандартов и участвовать в регулярных как очных, так и заочных конференциях, вебинарах, которые организует Совет по безопасности платежных карт. Несомненным плюсом является то, что Совет начал обращать внимание на Россию, но это скорее связано с тем, что в нашей стране появился потенциал к росту рынка карточных продуктов. Наиболее корректным кажется работа ЦБ по переводу и адаптации новых версий стандарта в рамках технического комитета 122, в котором мы являемся непосредственным участником и готовы с остальными QSA-аудиторами, входящими в ТК-122, помогать ЦБ по переводу, адаптации новой версии стандарта и сопутствующей документации. Кроме того, новая версия стандарта учитывает все большее распространение облачных сервисов. Документ установит распределение ответственности между организацией-пользователем и провайдером облака в случае инцидента информационной безопасности. Соответствие стандарту PCI DSS распространено ровно настолько, насколько этого требуют платежные системы и банки-эквайеры от сервис-провайдеров, которые предоставляют соответствующие услуги. Ну а также сейчас уже эти требования доходят и до мерчантов. Это практически все банки, которые непосредственно подключены к платежным системам, а также банки, которые, ну скажем так, имеют собственный процессинг. Также собственные процессинговые центры, некоторые крупные мерчанты. А также сейчас банки, подключая интернет-магазины, начинают требовать от них подтверждения соответствия, причем именно в форме сертификационного аудита. Но это не правило, это исключение скорее. На ноябрь запланирована публикация новой версии стандарта, и уже с 1 января 2014 года он вступит в силу. Тогда у всех организаций, сертифицированных по стандарту PCI DSS 2.0, останется год на то, чтобы привести порядки в соответствие с новыми требованиями.